Во вторник, 17 августа, в Тверь с рабочим визитом прибыл руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Вместе с главой региона Игорем Рудене он побывал на Тверском вагоностроительном заводе. На предприятии высокие гости осмотрели Центр управления производством, а также посетили рамно-кузовной цех. Кроме того, Игорь Рудене и Дмитрий Рогозин пообщались с коллективом вагонзавода. Подробности в материале Никита Васильева. Сегодня Тверской вагоностроительный завод – флагман машиностроительной отрасли всего региона. Продукция, выпускаемая на предприятии, используется не только в России, но и за ее пределами. К примеру, вот этот вагон совсем скоро отправится в Египет. Затем, как идет сборка этого и других вагонов, внимательно следят специалисты в Центре управления производством Тверского вагоностроительного завода. Информация о ходе работы достигается в реальном времени. Готовность продукции можно отследить вплоть до десятых процента. С работой Центра в ходе визита на предприятие ознакомились губернатор Тверской области Игорь Руденя и руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Мы можем более грамотно расположить непосредственно вагоны по линиям, для того, чтобы исключить моменты простоев. То есть при расчете вручную очень сложно в ручном режиме состыковать таким образом вагоны, чтобы один шел за последовательным, за другим. И не возникали разрывы. Также в ходе визита на предприятие Игорь Руденя и Дмитрий Рогозин посетили вагоносборочный цех. Сегодня здесь создается продукция для самых разных целей. Вагоны для поездов дальнего следования российских железных дорог, египетских железнодорожных линий и московских центральных диаметров. И каждый из них оборудован, что называется, по последнему слову техники. Уже имеется доступ к интернету, то есть Wi-Fi. Спутниковая навигация вагонов в каждом предусмотрена. Про такие вещи, как микроволновые печи, холодильники, также душевые кабины, порядки вещей. О дальнейшем развитии цифровых и спутниковых систем, используемых в ходе создания вагонов, шла речь в ходе визита Дмитрия Рогозина на предприятие. Руководитель Роскосмоса выразил благодарность правительству Тверской области и Тверскому вагонзаводу за плодотворное сотрудничество с госкорпорацией. В 2019 году Верхней Волжье выступило с инициативой стать пилотным регионом в использовании космического мониторинга в разных сферах, в том числе для повышения контроля в лесном комплексе. Нами сейчас в тестовом режиме совместно с МЧС России идет большая работа по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров. Тверская область является самой большой в ЦФО по количеству лесов, лесных территорий. У нас также имеются большие запасы торфа. К сожалению, человеческий фактор и природный фактор сегодня приводят к очень частному возникновению пожаров. И поэтому благодаря совместной работе, даже в тестовом режиме Роскосмоса, МЧС, нам удается пожары потушить в первые сутки. Дмитрий Рогозин, в свою очередь, отметил, что Тверская область – один из регионов-активистов, которые применяют технологии Роскосмоса. Ожидается, что Верхней Волжье станет пилотным по реализации ряда новых проектов. Тверской вагоностроительный завод, отметил руководитель Роскосмоса, выполняет очень важные задачи в интересах корпорации. Роскосмос сегодня производит очки виртуальной реальности. И мы подумали сегодня над тем, что, например, для машинистов, не учеников, а для машинистов уже опытных, непростых, допустим, погодных условиях, ураган и так далее, и прочее, хорошо было бы им иметь возможность через виртуальные образы, а она основана на реальной космической детальной съемке, подняться как бы над поездом и посмотреть обстановку вокруг. Также в ближайшие годы Роскосмос планирует разворачивать программы в сфере орбитальной группировки наблюдений и связи. Это также поможет создать мобильную услугу для пользователей железных дорог. Речь идет о постоянной связи в дороге и широкополосном доступе в интернет.